Всем привет! Сегодня проведем интересный опыт. Правда ли, что в картошке, лимонах, яблоках и других продуктах есть электричество? Ответить на этот вопрос однозначно да, будет не совсем верно. А вот получить небольшое напряжение при помощи химической реакции соком картофеля или лимона довольно просто. Давайте разберемся, как нам выжать из этих продуктов электрический ток. Для начала нам понадобится катод и анод. В качестве анода будем использовать оцинкованный стержень, а катодом будет служить медный. В качестве нагрузки будем использовать часы. Теперь установим контакты в картофельное. Дело в том, что когда медные и оцинкованные стержни погружаются в картофель, происходит химическая реакция, в результате которой происходит освобождение электронов на поверхности оцинкованного стержня. Эти электроны переносятся по внешней цепи к медному стержню, обеспечивая поток электричества. Таким образом, электроны начинают течь от оцинкованного стержня к медному через внешнюю цепь, что создает электрический ток. Мы видим, как наши часы заработали. Такой же опыт можно провести и с лимоном. Напряжение такого соединения невысоко, но можно подсоединить несколько картофелин или лимонов последовательно или параллельно, в зависимости от того, что вы хотите повышать силу тока или напряжения.